Рады представить гостя нашей студии, пасечник, бжоляр Максим Евлампиев. Доброго ранка вам, дякую, что вы с нами. Итак, если говорим о меде, вчера вот обзванивали абсолютно всех людей, которые занимаются медом, все сейчас на пасеках, удалось вас вытянуть к нам в студию, ура и к счастью. Я так понимаю, что сейчас самый разгар сезона. Все зависит от того, где пчеловод выезжает на качевку и какие у него сейчас задачи. У меня так получилось, что пасека стоит недалеко от города и в принципе основные работы я уже закончил. Поэтому так вот получилось, что... Если мы говорим о меде, есть несколько его видов. Основные какие? Потому что разные классификации встречал в интернете. Прежде всего, мед это либо цветочный, либо искусственный, который мы затрагивать вообще не будем, потому что он как бы ни для здоровья, ни для чего не полезен. Он больше для кондитерки идет. И мед падевый. Падевый это тоже отдельный вид меда, который собирается пчелами не с цветочков, а больше в хвойных лесах с выделений тли либо смолы деревьев. Даже такое? Даже такое и есть, да. Но это тоже как бы его рассматривать не приходится. Во-первых, в наших краях его нету, а во-вторых, он считается медом худшего качества. То есть, его вообще даже... Зачем его собирают тогда? Это момент, что пчелам больше нечего собирать. Ага. Чтобы от безделия не сидеть, не читать газеты пчелам в уле. Вроде того, да. Вот. Но он даже иногда бывает в некоторые моменты вреден. Поэтому его как продукт питания тоже желательно не рассматривать. То есть, мы поговорим о именно цветочном меде. Вот. Если цветочный, его уже какие-то разновидности есть или это просто цветочный и всё? Да. Есть тут две разновидности в основном. Это монофлорный мед. То есть, собранный из цветочков одного вида. Вот, например, взять белая акация, либо подсолнечник. То есть, это один вид растения. То есть, в таком случае нужно выезжать где-то там в поля, в лесопосадки? Да. В леса, в поля, в лесопосадки. И полифлорный. То есть, собранный с различных видов растений. Честно сказать, в основном почти всегда получается как раз вот полифлорный. Потому что, ну, пчеле не укажешь, куда лететь. И даже на том же поле подсолнуха всё равно какие-то другие растения есть. То есть, в любом случае чистые сорта мёда получаются очень редко. А если мы говорим, да, вот мёд, там чистые сорта, не чистые, уже тут дело такое. Но всё-таки в какой сезон лучше всего? Это вот весна, это летний, возможно, мёд, осенний, когда? Когда он самый полезный? Мёд полезный любой. Ну, это бесспорно. Если он настоящий. Тут уже больше идёт по каким-то личным предпочтениям, какой мёд человеку нравится. Ну и по некоторым характеристикам, потому что они зависят также от именно цветочков. Угу. Потому что вот если вот взять майский мёд или белую акацию, это самый первый. Его главное преимущество, он очень долго стоит в жидком состоянии. То есть, вот когда люди любят жидкий мёд, то им можно порекомендовать майский либо акацию. Он до трёх лет в жидком виде стоит. Опять же, потом может быть много разновидностей мёда. Ну, это смотря какой пчеловод куда поехал, это может быть и гречка, это может быть какое-то разнотравье, экспорцет, там кориандр. Очень много сортов на самом деле может быть. Ну и в конце лета, как обычно у нас, особенно на юге Украины, это подсолнух, конечно. Это вот жидкое золото украинских степей, как я его называю, подсолнечный мёд. Если мы вот говорим о мёд, который есть у нас сейчас, что это за мёд? Это разнотравье. Я предлагаю уже, коль мы говорили о том, что разные у него характеристики, есть у нас приготовление ещё одно, чтобы посмотреть консистенцию и цвет, чтобы понимать, как его, если мы выбираем. И ещё такой момент перед тем, как мы перейдём к нему. Я всегда думал, что когда сахарится, это плохой мёд, а оказывается, что нет. Во-первых, вот вы меня сейчас прям обидели словом сахарица. Такого слова нет в пчеловодном языке. Это кристаллизация. Ага. Вот и теперь, друзья, ни в коем случае не говорите это слово. Да, пчеловоды это очень близко к сердцу воспринимают. В мёде в настоящем нет сахара ни капли, ни грамма. Там просто глюкоза и фруктоза. И вот процесс ссадки мёда называется кристаллизацией, потому что просто начинается ферментация и рост кристаллов. Это абсолютно важное понятие. Всё, страшный грех сегодня совершил. Так, есть. Так что, друзья, видите, всё беру на себя. Будете знать. Так, теперь, если мы говорим об этом, что это за мёд? Это мёд разнотравия. Он собирался пчёлами где-то в первой половине июня. То есть, свежачок? Свежачок, конечно. В нём в этом году вообще получился мёд удивительный, замечательный. Цвели огромнейшие поля шалфея. Это очень полезная лекарственная трава. Было много расторопши, синяк, осод. В общем, сбор, конечно, в этом году великолепный. Ну, прежде всего, что мёд до сих пор жидкий, хотя мог бы уже начать кристаллизоваться. А сколько вообще, по идее, он должен вот разнотравия, мёд сохраняться в жидком виде? Всё зависит от того, какие там есть цветочки и травы. Ну, хотя бы в среднем, чтобы понимать. Ну, в среднем, ну вот сентябрь, октябрь, по идее, он ещё должен быть жидкий. Но не обязательно, но не обязательно, опять же. А какие-то полезные его свойства теряются с кристаллизацией или нет? Нет, полезных свойств не теряется абсолютно. В мёде полезные свойства теряются только при нагревании. То есть, мёд нельзя нагревать более чем до 60 градусов по Цельсию. Тогда начинается распад всех полезных ферментов, веществ. И даже, наоборот, при ещё более высоком нагревании появляются вредные вещества. То есть, вот даже чай с мёдом, желательно мёд вложить в уже немножко остывший чай, а не сразу в кипяток. Тогда он более полезен становится. Если мы говорим, да, вот ещё мёд, кристаллизация и так далее. Как понять, что качественный или нет? Потому что вот когда приходит покупатель на прилавок, да, как понять, либо когда уже купил, как понимать, что там нет сахара. Потому что есть же всё-таки понятие, когда сахар там есть. Прежде всего, должен расстроить. На 100% сказать, настоящий мёд или нет, может только лаборатория. А каждый анализ стоит не одну тысячу гривен, скажем так. То есть, купив мёд, где угодно, проверить его крайне сложно. Ну, единственное, что могу сказать, все основные методы проверки мёда идут в основном на том, какой в нём процент воды. Потому что, ну что такое мёд? Это нектар растений, которые пчёлы переработали. Благодаря своим железам добавили нужные ферменты и избавились от лишней воды. То есть, единственный момент основной фальсификации даже, пусть неосознанно от пчеловода может быть даже такое, это излишнее количество воды в меду. Вот даже вот, судя по данному мёду разнотравия, он ложится горочкой. То есть, он не прогибается вовнутрь, а он как бы накладывается сверху горочкой. То есть, у него довольно густая консистенция. Если мёд льётся, как вода, то, скорее всего, он был слишком рано откачан. Пчёлы его не успели доработать до нужного момента. Вот. Поэтому это первое, на что можно обратить внимание, когда берёте жидкий мёд. Но, опять же, это не 100%, потому что, когда на улице стоит жара плюс 40 градусов, то и люди плавятся чуть-чуть. То и люди плавятся чуть-чуть, да. Когда на пасеке, то соты плавятся и обрываются, бывает, в ульях. Если не досмотреть, то даже может дойти до того, что из улья мёд потечёт, потому что соты поплавились. Если смотреть по закристаллизованному мёду, то, опять же, он должен быть равномерный. То есть, не должно быть расслоения. То есть, если внизу там есть густой или кристаллы, а сверху жидкая фракция, то это, опять же, уже нехорошо. Это мёд выделил воду лишнюю. Вполне возможно. И если мы говорим, да, вот о полезных свойствах, то вот этот верхний слой, лучше его тогда и не кушать, брать уже тот кристаллизированный? Да, он может даже закиснуть. Вот эта вот вода может даже закиснуть. То есть, для того, чтобы сохранить дольше, лучше убрать этот верхний слой? Чтобы сохранить дольше, лучше, чтобы этого верхнего слоя не было. Вот. А теперь ещё поговорим о дольше. Как сохранить мёд? В каких условиях лучше всего? В чём, в какой таре? Ну, прежде всего, мёд – это продукт, который не портится. Вот настоящий, качественный мёд, он не портится. Ну, всё равно есть какой-то срогодности? Нету срогодности. Срогодности. И тысячу лет. Были прецеденты, когда в гробницах фараонов находили мёд, и он оказывался вполне съедобным. Так что, друзья, все вина, вина сохраняют, понимаете? Да. Вот он, мёд. Единственное, несколько моментов – это температура хранения. Угу. То есть, вот до 25 градусов Цельсия. То есть… А светлое должно быть помещение, или лучше где-то закрыть какое-то… Лучше закрыть. Он не терпит попадания прямых солнечных лучей. Потому что солнечные лучи, ультрафиолет тоже, опять же, разлагает многие ферменты. То есть, прохладное, тёмное помещение и герметичное хранение. Потому что мёд гигроскопичен, то есть, он втягивает влагу из воздуха. Угу. То есть, в любом случае, это должно быть герметичное. Лучше всего тогда стеклянная какая-то тара? Конечно. Идеально. Пластмассовая или железная пачка? Это стеклянные бутылёчки, баночки, либо керамическая посуда. Вот. Пластмасса пищевая, в принципе, тоже подходит. Она имеет ряд преимуществ, хотя бы потому, что до вас из неё никто не ел. Она одноразовая, потому что из баночек, когда берёте на рынке, вы не знаете, где эта баночка побывала, и что в ней было до этого, и как её мыли. Вот. Ну, и опять же, пластмасса не бьётся. Но всё-таки лучше стекло или керамика. Вот так, друзья. Вот и несложные советы по тому, как сохранять мёд. Вам, с усею, большинство, что сегодня к нам пришли, такой небольшой ликбез, и я узнал точно, что нельзя говорить «засахарился, кристаллизируется». Друзья, это запомним. Наука мне будет на всю жизнь. Вам спасибо. Конечно, шутки шутками, но за позитивный разговор вам спасибо. С самого утра.